Сколько можно? Мама уже 4 магазина прошивает. Как вам это? Ребята, всем привет! Привет! Привет из солнечного Бали! Девчонки, Катя, я, все на связи. Мы, ребята, на Бали отдыхаем, уже не первый день. В общем, сегодня решили устроить день шопинга. Отложили все экскурсии и поехали на шопинг. Мы поехали сейчас куда? Торговый центр называется Бич Волк. Он находится в городе Кута, прямо напротив пляжа Кута. Трехэтажное здание. Вот просто в интернете нашла информацию об этом. В Бич Волк представлены мировые бренды, как эконом, так и премиум класса. Есть большой футкорт и зона для детей. В общем, поедем сегодня на шопинг и покажем вам, что мы сегодня купили. Да, покажем цены, как обычно, покажем вот эти торговые центры. И мы не обедали, пообедаем там. Да, там говорят, хороший футкорт. В общем, поехали! Субтитры подогнал «Симон»! 40 километров в 2 часа ехали. Пробки нереальные. Сейчас будем шопиться, сейчас посмотрим цены в Заре. Да? Угу. Смотрите, вот такая вот футболочка у нас стоит 379 900 местных денег. Что-то не смотрится на голодный желудок вещички. Пообедаем, а потом вернемся. Вот и наш любимый мини-соу. Нам как раз нужно сюда зайти, прикупить стекло. У Кати стекло разбилось на телефоне. Мне прямо интересно, сколько здесь стоит стекло. В Китае он стоит 10 юаней. Здесь сколько? Площадь большая. Угу. Где же все-таки стекло? Главное дело, продукция. Там всякие заряднички, пауэрбанки, чехольчики есть. Обычно рядом все это с ним лежит, но здесь почему-то нету. Наушники. Всякие кабеля. Стекла нет для телефонов, представляешь? Массажка примерно на юанне 15 юаней. Мне кажется, это чуть-чуть дешевле, чем в Китае. Чтобы понять цены образования здесь, на Бали, вот такой чехол будет стоить в Китае 10 юаней. Здесь он стоит, получается, местных денег 59 900. Это получается 28 юаней. Почти 30 юаней. Это дороговато на самом деле. Блин, здесь дорого, еще и сдачи не дают. Черт, подери. В общем, я так понимаю, мы пришли вместо фудкорта. Там на самом деле очень много. А вот там-там. В общем, сейчас пройдемся, покажем, что здесь есть. Здесь можно, в общем, вот такое вот питье какое-то заказать. Сахарные тростники, выжатые, в общем, да. Здесь, смотрите, какой вкусненький супчик, да? Куриный. И вот цены, кстати, смотрите. 33 500, 33 500 и так далее. Короче, в среднем 33. Что-то такое, рисная, да? Похоже на рис. Десерт, что ли? Нет, мне кажется, это чипсы, огурец, яйцо. В принципе, чистенькое, я бы так сказала бы даже. Нормально. Надо, кстати, как-нибудь рискнуть покушать такую еду. Ну, уличную еду, в общем, устроить. Ребята, если интересно, пальчики вверх, пишите в комментариях, чтобы мы отважились с Катей и пошли, попробовали, наверное, да? Балийскую, уличную еду. Балийскую, уличную еду. Как вам это? Ну, мне вот это меню прям очень нравится. Я бы такую тарелочку умел бы за 60 тысяч. Слушай, чем дальше, чем красочнее все. 48, 55, 55. В принципе, нормально, да? Недорого, да? Девчонки увидели игрушки раз, игрушки два и все, и они нас тянут не покушать. Сколько и игрушек много. Ой, 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 все, мы потеряли их. Пока. Я предлагаю им взять вот такой с копченой уткой. Да? Да, прикольно. Прикольно. Тебе, Катя, ничего не напоминает меню? Китай. Ну, Китай прям вообще, смотрите. А это нет, это не Китай. Это не Китай, но вот здесь, смотрите, уточка, нет, курочка здесь. Это уточка, наверное, да? Чикен, да? Чикен, да? Ну, можно или чикен, можно так. В общем, вот такое оформление прям Китай сразу же. Хайнай. В общем, как у всех фудкортов, здесь есть, в общем, кассы. Нужно купить, получить карту, положить на нее деньги и уже ходить везде рассчитываться. И мы положили на нее пицца, вот идем покупать первое блюдо. Ну что, наши кошеньки? Тут есть старая серия. Старая серия. Старая серия. Есть инчендемоль. Вот, смотрите. Еще есть инчендемоль. Вот, дети у нас были идут по такой вот продукции. Вот, смотри еще. Подставка для кукол Лоу. Такая вот, здесь все кукол Лоу. А, да, все надо. Показывай, что там все. Я еще у нас смотрю. Ой, 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 я не успеваю за каждым. Давай, показывай, что. Вот, еще и чаймпрос. У нас уже есть. Это, 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 это. Еще какие-то другие. Еще две, вот эти, осталось там. Я вот эту хочу. Давай, выбирай, либо кушать, либо кукла. 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 Кукла, кукла. Кукла, кукла. Кукла, кукла, кукла. Давай, пойдем. Пойдем. Снимчивые дети нашли шарики Лоу со скидкой 30%. Это же примерно за такую же цену, как вот шарик, можно купить капсулу. Ну, вам повезло. Сегодня подъехал по капсуле паучкой. Мы можем вот это и вот это взять. Сразу, что ли? Да. Зачем сразу? Мама сказала, что можно. Положили и идем кушать. Потом будем куклу покупать, окей? Девочкам, в общем, взяли рис обжаренный. В общем, так, простенько, с яйцом, да? Нормально? Они не очень любят экспериментировать. Здесь, смотрите, у нас тофу. Вот это прямо очень интересно. Пахнет, да, как жареное тесто, да, обычное, да? Пробуем без соусов. Соусы, смотрите, раз, два. Я не знаю, обычное тесто, как соусом. Мощно? Нет, Катя взяла сингапурский супчик. Вкусно. Остро? Чуть-чуть остро. На том ям похоже? Да, маленько. Лапша пришла. Рисовая лапша. Овощи, креветки. Так, ребят, ну, делимся, что, рассказываем, все, все как есть. Вкусно-невкусно. Пахнет вообще вкусненько, жареной лапшой. Вкусно. Все вкусно. Вот это вкусно. И по сравнению с Таиландом, что ли, в меру острое как-то, я бы сказал бы. Да. Все в меру острое. Очень вкусно. Берем разные блюда, чтобы все попробовали. А себе, допустим, что-нибудь остренькое. Вот, допустим, супчик. Дети не будут. Мы с Кадей супчик пополам. Полина уже прикончила рисик жареный и попросила лапши. Вкусный был рис? Очень. Тебе, Вера, не корис, нравится? Тут почему-то кондиционеры слабо, да, работают? Нет, как раз, они с ней работают, потому что здесь открыто. А, точно, мы сидим на открытом улице. Я даже не поняла. Это блюдо самое долгое. Это блюдо 60 тысяч стоит. Самое, наверное, дорогое, да? Самое дорогое из всех. Мясо, мне кажется, сладкое. Ладно, пробуем. Да? Сладкое? Да. Вкусно или нет? Нет, мне не очень нравится. Я могу есть, но... Не вкусно. Особо удовольствие. Я бы так не пожарил бы. Но это на гриле жареная. А это фасольная? Сурочковая фасоль. Ммм. Вкусно. Вкусно какая-то. Фасоль вкусно. Смотри, я уже вижу десерт, какой я буду. Опа! Все, хорош. Долго не надо. В общем, мы решили это делать все умять. Мороженое вкусное, вкусное мороженое. Ты какое заказала себе? Я заказала нутелло. Нутелло. А ты? Орео, кстати, очень вкусно. А мой как называется в итоге? Капучино. Спасибо. 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 На пол бы это дело не упало. В общем, люблю это мороженое. Рекомендую попробовать, если будете здесь или в Таиланде. Тот, кто любит мороженое с кофем, это вот примерно оно. Вкусно очень. Люблю мороженое, это вкус детства. Мороженое посыпано кофем. Маленько так, кофе растворяется. И получается такое кофейное мороженое. Очень вкусно, обожаю. По окончании обеда можно вернуть карту и обратно получить кэш с карты. У нас получилось. Обед. 242 тысячи вернули нам. То есть обед обошелся 260 тысяч примерно. Ну блин, это нормально же. Дешево или дорого? Дешево. Дешево? Да, мы сколько блюд взяли. Да, мы 5 блюд взяли. Я считаю, что это недорого, но... Мороженое не считается. Мороженое отдельно оплачивается. Да, мороженое отдельно оплачивается. Но еда была такого как бы среднего уровня. Она не высокого уровня была, мне кажется. То есть она такая простая еда. Оценку поставь какой-нибудь из 5. Хорошо. Ну 4. 4 нормально. 4, да? Да, 4 нормально. А я бы поставила 5. Почему? Мне очень понравилось. Я бы поставила 4. 4? Голос у всех заберешь. А ты? Я бы троечку поставил. Троечку. Катя тут что-то присмотрела. Футболочку. Детям, да? Все детям. 46, а не все. А когда себе это? Ну в принципе нормально, да? Да. Симпатичная. Еще мне вот такая штучка понравилась. Сколько стоит? 125,30. Никоська, Полюська. Что? Покажите, что там у вас. Что-то у меня после мороженого голоса вообще сел. Окей. Поехали на самом деле маме купить какие-то вещички. Покушали. Всем семейством время уже, смотрите, уже темнеет. Вот. Купили девочкам футболки, купили девочкам игрушки. А себе там мама, ну что ж ты такая-то? Ну почему ты себе это не думаешь? Идем маме, короче, шопиться, окей? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Купила себе платье, цена 200 тысяч рупий и цены примерно как в Китае. Слушай, вот здесь прям выбором большой, да? Вообще классная, да? Да, мне вот это нравится. Такое летнее какое-то. Реально набрала целую кучу. Подошло бы что-нибудь из этого всего. Ладно, пошла мерить. Огромный выбор платьев. Я померила 7 штук. Ничего не купила. Я померила 7 штук. Катя что-то нашла. Вот такое платьице. Очень красивое. Сколько стоит? Двести девяносто восемь тысяч. Нормально. Это все для женщин, да? Да, все для женщин. Для папы нету здесь ничего. Ну, одень юбочку. Нормально же. Плохой. Вот это самое клевое место в магазине. Да мне место, Санат. Мне продавщица предложила посидеть. О, спасибо. Я так устал. Но мы держимся, мы вида не подаем маме специально, чтобы она щупилась, щупилась. Мама не слышала это? В общем, выбрала вот такое платье. Беру, стоит двести девяносто восемь тысяч. Что, девочки, присматриваете, себе тоже доплатить? Да. Мне это нравится. Нравится? Мне это не нравится. Слушай, она прям настоящая карман. Мне это нравится, потому что у нее такое вот большое, очень длинное платьишко. И еще такие красивые бусики. Идем в Зару. Сколько можно? Мама уже четыре магазина прошла. Так, цены в общем. Смотрите, здесь такая толстовочка. Цена? Макдональдс. Пятьсот сорок девять. Да, и это Макдональдс. Я вообще первый раз вижу. А здесь Дисней. Здесь Дисней, окей. Сколько Дисней стоит? Дисней стоит утка. Дисней стоит шестьсот девяносто девять тысяч. Эти толстые джинсы стоят двести девяносто девять тысяч. Вот эта футболка стоит четыреста сорок девять тысяч. Вот эти джинсы стоят четыреста семьдесят девять тысяч. Это сколько получается, Лола? Не знаю. Давай считай. Где-то до болот. Ну да. Это картошка фри Макдональдс стоит тристо семьдесят девять тысяч. Эти шорты мне очень нравятся. Я бы вот эти шорты купила. Вот эти шорты стоят сорок четыреста. Нет, вот красные. А, двести девяносто девять тысяч. Дорого? Нет. Давай твой Лолу унесем и шорты тебе возьмем такие. Маленький такой, железный человек. Выбрала вот такое еще платье. Стоит четыреста тысяч. О, это моя мечта. Это моя мечта. Ура! Еще плюс одно платье. А такой магазин нравится, я смотрю, да? Да, даже уговаривать не надо. Нифига, тут сколько сладостей. О, и тут прохладненько. Мама, я хочу сауэр кэндии. Представите, сколько конфет. Я хочу сауэр кэндии. Вот это мне витрина очень понравилась. Смотрите, сколько конфет. Всякие жучки вот такие вот можно, в общем, взять. А сколько стоит этот? А, 50? Овесу 50. Тысяч 100 грамм стоит вот таких вот конфет. Это дешевле, чем вот такие брать в пачки. Давайте выбирайте какие-нибудь и возьмем 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. Подожди, подожди. Да подожди ты. Ну, а что, набрали? Да. Ой, как много. Спасибо. Няма-няма. Купили челли-пелли, его такие соточки сладкие. Мы отдали 122 тысяч. Так, ну что, куда идем? Домой идем! Блин, ну что тебе командирша какая? Что делать? Пойдем домой. Ну ладно, пойдем домой. Все, ребята, мы дома. Разбираем покупки. Так, по итогу, что у нас получилось? Три платья. Одно. Раз платье. Два платья. Так, волк, конечно же, волк. Детские куклы везде. Вот третье платье. Три платья. Все, мам, довольна? Довольна. Ура. Так, это что такое? Это детские веки. О, это же с вешалками, ничего себе. Я тебе говорю, они с вешалками положены. Ну все. Вот три футболки. Что вы делаете? Мы поменяли наши куклы цвет. Заморозили куколок. Они, короче, при изменении температуры меняют цвет. Закрывайте морозилку, а то размораживается. Давай. Дальше. Что мы еще купили? Так, это пусто. Это вот обязательно. Все, это от лол надо сохранить. Еще одна кукла. Читается так. Это, кстати, эти петельки. Крубочки для коктейля. Для коктейля, да. Белевую веревку взяли, потому что будем сами стирать и будем сушить на крыше. Прищепки. Для барбекю щипцы. Еще надо мангал купить. Переходники. Переходники. Без этого вообще прям мы приехали из Китая. И у нас все плоские розетки. Прям нехватка здесь этого. И купили огромный таз. Будем наводить стирку самостоятельно. Ну и как тебе вообще шопинг сегодня? Удался, не удался вообще? В сравнении может быть как-то, я не знаю. Я считаю, что шопинг удался. Я не очень люблю сравнивать, но тем не менее. Торговые центры на Бали отличаются, конечно, от Китая. С Китаем я сравнивать не буду. Давайте допустим. Китая что, больше или что? В Китае значительно больше. Больше, масштабнее и круче. Да, да, да. В Таиланде тоже больше и лучше. Тебе нравится больше шопинг в Таиланде, да? Да, в Таиланде мне больше нравится. Наверное, так же. Ну, цены, в общем, ребята, цены вы видели. Мы цены вам озвучивали. Где-то что-то, если кто-то помнит, можете сравнить. Все, на этом заканчиваем. Впереди у нас, кстати, интересное будет видео. Будет очень интересная поездка. Мы поедем на виллу. Оргоническая вилла. В другой город, получается. Мы на собственной машине поедем. Там, в общем, будет йога. Готовить еду мы будем. То есть, нас шеф-повар будет учить. В общем, такое будет очень много, ряд интересных занятий. Мы будем все их проходить и с вами делиться. Так что... Не пропустите, подпишитесь на канал. Все, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. И всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok